Сейчас специально для подписчиков я покажу, чем на самом деле мы питаемся. Вика, а что сегодня на ужин? Ничего. В смысле ничего? Ну блин, мне квест надо сдать, я вот сейчас доделаю и, блин, ну тварь дошек, не знаю, что как маленький. Вот, товарищи подписчики, как на самом деле мы питаемся. Вот как видите, жена что-то готовит только когда пишет свои видосы. Гни-ни-ни, Гни-ни, 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 дошек и дошек. Всем привет, ребятки. Меня зовут Виктория Виноградова и у меня на канале новая рубрика «Го за тестим». Рубрика будет охренительная. Во-первых, мы с вами будем покупать, пробовать всякие необычные продукты из супермаркетов. Новинки, все, что имеет странный вкус, странный вид. Короче, мимо чего мы, как правило, проходим и не покупаем, потому что вроде бы интересно попробовать. А с другой стороны, жалко денег на ветер выкидывать, вдруг это окажется несъедобным. Во-вторых, будем с вами проверять какие-то классные рецепты из интернета, которые совершенно непонятно на самом деле, что получится на выходе. Видели наверняка эти гифки, где так вот быстро-быстро все вроде сделали, приготовили, смотрится аппетитно, классно, здорово. Но, как это на вкус и реально ли вообще повторить этот рецепт? Может быть, это у них там все так аккуратненько, а на деле это все расплывается, расползается и готовить это совершенно невозможно. Вот это мы с вами тоже будем проверять. Заодно будем тестировать какие-нибудь кухонные лайфхаки. Вообще, в общем, все, что связано с едой, с продуктами, все будет в этой рубрике тестироваться, пробоваться, проверяться, подвергаться сомнениям и так далее. В первом выпуске будем с вами тестировать лапшу быстрого приготовления. Не знаю, как вы, иногда вот я, нет-нет, да и хочу съесть какой-нибудь такой химозной дряни. Честно, я когда задумывала сделать такой выпуск, я думала, ну, схожу в магазин и там максимум наберу 5-6 штук каких-то новинок лапши и вот как-то это все расскажу. Я еле-еле остановила себя на десяточке, и то можно было набрать еще больше, но я выбрала самые такие интересные, причем я просто сходила в ленту, в пятерочку и ашан. И вот такое вот разнообразие я накапала, чего только нету. Здесь есть сырный доширак, лагуман, том чили, том чили, томатный, томаты чили, да, том ям, доширак плюс, фунчоза, старияки, есть вообще какие-то непроизносимые названия, чач, 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 да господи, чач, жан, мён. Вот. Это, между прочим, премиумная лапша. В общем, вот это все мы сегодня с вами протестируем, откроем, посмотрим, что там внутри, попробуем, как это на вкус, делаем небольшой эксперимент. Так что будет интересно. Как говорит один известный ведущий, не переключайтесь. Ну что, давайте посмотрим, что там внутри. Начнем с сырного доширака, чиз-рамён. Изысканный сырный вкус. Вот так вот, в общем, это все должно выглядеть на картинке. Вы, извините, я составы читать не буду, потому что все равно это все полная химозина, так что какой смысл? Лучше просто посмотрим, что там внутри. Итак, что мы имеем? Приправы из сушеных овощей. Это что? Бульон, приправа с сыром. Сырная приправа, то есть вот эту штуку, видим, надо в конце как раз добавлять. Внутри вот такой пакетик лапши и вилочка небольшая. В принципе, неплохой наборчик. Лагман с говядиной, настоящий соус с мясом. Марка номер один России. Ну, посмотрим, насколько он будет настоящий. Не содержит искусственных красителей. Внутри тоже вилка. Вот такой же вот брикетик лапши. О, и тоже куча всяких штуковин. Так, он вот это вот соус с говядиной, который, видимо, какой он там? Настоящий. Вот так вот выглядит настоящий соус с говядиной. Все запомнили? Ну вот. Это что? Суповая основа. Смесь сушеных овощей. Неплохо. Тоже любопытно. Дальше. Фунчоза под китайским... Чего? Фунчоза под китайским устричным соусом с грибами шиитаки. Готовый обед 5 минут. Вот это да! Приятное решение для деловых и активных людей. Готовый обед в коробке. Ланчбокс. Традиционное блюдо китайской кухни с грибами и ярким ароматом специй. Побалуйте себя экзотической едой дома, на пикнике или за обедом в офисе. Ну, дома и в офисе еще ладно, но на пикник... Ну, фиг знает, мне кажется, сомнительный вариант. Так, есть еще какая-то интересная информация? Там состав изделия, тра-та-та, казахский язык. Все понятно. А, вот. Вермишель приготовлена из бобовой муки. Легко готовить здоровое питание без обжарки на масле. Такс. Красивая коробочка. Китайский устричный соус с грибами шиитаки. Неплохо. О, здесь лапша прям даже в отдельном пакетике. Вермишель из зеленых бобов. Класс. Есть еще арахис жареный, дробленый. А вилочка... Ладно, я понимаю, палочки бы не вместились, но вилочка-то... То есть, вот это самая дорогая штука, и нет вилочки никакой. На пикник, да. И чем вы там будете на пикнике, это есть, интересно. И вообще, это предполагается вот в такой коробке, значит, готовить. Мне она, интересно, она вообще не протечет. Она хотя бы выдержит, потому что здесь какие-то вот склейки. Ну, посмотрим. Тоже все это протестируем с вами, узнаем, как это будет. Так, следующий кандидат. Это у нас мама Шимп Том-Ям. Короче, Том-Ям с креветками. О, слушайте, здесь нарисованы перчики чили, и написано, что это 3 из 4 по остроте. Так, вот это будет прикольно. Надеюсь, что это будет остро. Так, экспортируется более чем в 60 странах мира. Тайская лапша, быстрое приготовление со вкусом Том-Ям. Изготовлена в Таиланде. Прикольно, прикольно. Такс. Все сразу рвется. Вот. Таиландцы и те не забыли положить вилку. Видишь, дорогая фунчоза? Посмотри, вот там ям положили вилку. А ты за раз такая не положила ничего. Еще при этом предлагаешь на пикник тебя брать. Фу, такой быть, фу. Иди подумай над своим поведением. Так. Том-Ям. Какая-то жижа. Видимо, какой-то это соус креветочный. А это, наверное, перцы чили. Тут ничего не подписано по-русски. Поэтому... Так, зелень и приправки всякие уже сюда добавлены. Такой вот целый брикетик лапши. Неплохо. Все, иди, жди в свою очередь. Хороший Том-Ямчик, хороший. Плохая фунчоза, плохая. Фу, такой быть. Дальше у нас чаджан-мён. Доширак. Премиум лапша с натуральными овощами в соевом соусе чаджан. Это корейская лапша с оригинальным вкусом чаджан. Понятия не имею, какой там оригинальный вкус должен быть у этой лапши. Лапша для варки отличный вкус за 5 минут. Так, это мы уже читали? О, способ приготовления. Поместить лапшу в 600 мл кипящей воды, варить 5 минут, слить воду, оставив немного, 1-2 ложки воды в кастрюле, добавить содержимое пакетика с соусом и лапшу и тщательно перемешать. Ну, вот это как бы прям серьезная заявка. Тут еще готовить надо. Будет еще вкуснее, если перед вскрытием пакетик с соусом чаджан поместить в горячую воду на 1-2 минуты. Ну, то есть, вы поняли, заморочиться надо прям капитально. Вот такой вот солидненький брикетик. Ого! И оригинальный соус. Ну, его тут прям много, 30 лет традиционному рецепту корейская технология. Вот это мне прям даже очень любопытно попробовать, что это будет на вкус. Тем более, судя по картинке, ну, должно быть прям аппетитно. Это его брат Чан Рамен. Бульон. Он поменьше, то есть, там было 200 грамм, здесь 120 всего. Бульон на основе корейской традиционной пасты Дэн Чан. Тоже корейская лапша. Тоже это доширак. Здесь у нас что? Поместите лапшу и приправу в 550 миллилитров. Это 2,5 стакана кипящей воды. Варите на медленном огне 4-5 минут. Не сливая воду, тщательно перемешайте, блюдо готово. Блюдо подается с бульоном, рекомендуется периодически вынимать лапшу на поверхность, давая возможность насытиться кислородом, стать мягкой, но не разваренной. Добавьте по вкусу ломтик сыра, ветчины, яйцо, лук и овощи. То есть предполагается, что мы как-то отдельно еще будем сами добавлять сыр, ветчину и то, что есть в холодильнике. Так, лапша вот абсолютно такая же, как в чаджан-мен. А это что? Это бульон-приправа и приправы из сушеных овощей. Ну, то есть, да, предполагается, что мы сами добавим сыр, ветчину, яйцо, лук и овощи. Может, мы тогда сами еще и суп сварим? Вот, что это за приколы? Добавьте. Кстати, вот у этих двух товарищей никаких ни вилок, ни ложек, ничего внутри нету. Да и, в принципе, учитывая, что это надо варить, то есть вариант исключительно для дома. Бизнес-меню. Так, что-то у нас уже было. А, у нас был лагман бизнес-меню, а это лапша с говядиной под кисло-сладким соусом терияки. Вилка внутри. Настоящие кусочки говядины по-японски. Ммм. Слейте воду, добавьте мясорастительные консервы. Первый шаг открыть до середины. Не содержит искусственных красителей, консервантов. А, второй шаг открыть строго до линии. И. Ну вот, открываем типа до середины. Что у нас тут? У нас тут вот консервы мясорастительные, стерилизованные. 100% натуральные кусочки мяса. Без заменителей мяса, 100% натуральные овощи и пряности. Не содержит искусственных консервантов. В общем, все это было так уписано на упаковке. Что еще? Еще вот такой брикетик лапши. Вилка. И. Смесь сушеных овощей. Лады. А теперь у нас бигбончик. Очки-пам-пам, очки-пам-пам. Здесь у нас лапша и морепродукты. Настоящие морепродукты и нежный сливочный вкус. Написано у нас. Открывайся. Ух ты! Ух ты! А это вообще лапша? Да, это, по-моему, лапша. Но она какая-то странная. Во-первых, это, я так понимаю, какие-то крабовые палочки. Во-вторых, это больше похоже, честно говоря, на пюре. То есть, есть какие-то отдельные лапшички вот эти вот. Такие вот тонюсенькие. Но. А, оно просто все, видимо, засыпано чем-то. И если проводить раскопки, то, может быть, там обнаружатся залежи лапши. Но это не точно. Так, а второй твой собрат? Лапша и томаты чили. Настоящие томаты и пикантный перчик чили. Видите? Опачки. Так, что я тут вижу? Я тут вижу кукурузку, зелень, такие же залежи лапши и соус. Многообещающе. В скобочках сарказм. И теперь у нас гений маркетинговой мысли. Доширак плюс. Доширак плюс. Серьезно. Так, вот это у нас обычный дошик, а это доширак плюс. Слушайте, а он действительно больше. То есть, классика айфона, все соблюдено. Ребят, ну серьезно. Впервые майонезный соус. Доширак плюс. А, видимо, доширак икс только по предзаказу. Внутри, собственно, вилочка, лапша, стандартная бульон-приправа со вкусом курицы, приправа из сухих овощей и вот он, да, майонезный соус. Слушайте, то есть, реально прям майонезик. Ммм, майонезный соус. Мазик. Теперь банановый. Очень любопытно. Ну и напоследок у меня сюрприз. Та-дам! Красная цена и каждый день. Интересно, мы выживем? Но вот этих двух товарищей я брала просто из интереса. Посмотреть, будет ли это съедобно. Они все со вкусом курицы. Вот эта красная цена и каждый день. Я не думаю, что у них там какая-то прям заоблачная комплектация, но все равно посмотрим, что внутри. Красная цена. Достаем маленький такой жалкий брикетик. И вот такие вот, да, крошечные приправы для бульона и специи. О, а у каждого дня, кстати, поинтереснее. У них, во-первых, все в отдельных пакетиках. Смотрите, смотрите, лапша отдельно. Вот эти вот, те же самые пакетики отдельно. Еще и приправы. Ну, то есть, да, прям по-царски. Теперь все это будем с вами заваривать строго по инструкции, по каждой, как что написано. Так будем в точности их выполнять. Я специально купила миски. В общем, сейчас какая будет задумка. Я хочу, чтобы у меня пришел муж. Я это все, как только заварится, переложу в такие одноразовые мисочки, которые пригодны для использования горячих всяких блюд. Чтобы он попробовал и сказал, как это по вкусу. То есть, не зная, где какое блюдо, какой вкус он будет чувствовать. То есть, там будут ли чувствоваться морепродукты, томаты чили и так далее. Сможет ли он определить вообще, где находится красная цена и каждый день лапша. Он видел, конечно, что, в принципе, есть здесь два таких бомж-пакетика, что есть всякие фунчозы, сырные ромены и так далее. Но он не вдавался в подробности, что с каким вкусом будет. И, в принципе, лапша очень много похожа между собой. Так что это будет интересно. Будет как раз такой эксперимент. Отдельный привет Ашану. Большое спасибо за эти пластиковые штучки, которые на упаковке написано 12 штук. У меня как раз ровно этих лапшей 12. Я думаю, идеально. Все будет одинаково. По 100 раз проверила. 11 в упаковке. Вот хоть что-то себе делайте. Поэтому у меня будет одна такая вот миска. Ашан, вы молодцы. Так и дальше делайте. Действительно, 12 штук. Зачем ровно впихивать, правда же? Одной больше, одной меньше. Кто ее заметит? Все, теперь переходим к завариванию. Привет еще раз. У меня тут голодный муж, который будет как раз подопытным кроликом. Мне просто интересно. Вот он знает, что я взяла лагман, суп том ям, фунчозу. Ну, фунчозу непонятно. Она вот как бы вот. Она совсем не палится. Что у меня там еще было? Чаджан. Короче, вот эти вот две штуки с аля Джеки Чан. Непонятные, непроизносимые. Два бич-пакета красная цена и каждый день. Что там? Том ям. Не, биг бон с чили. Биг бон с морепродуктами. Короче, только я знаю, где что. И то я сейчас все равно это не помню, потому что я раскидала. Это нужно шпаргалку смотреть. Где что, под каким номером. Муж будет пробовать говорить, как это по вкусу. Что он вообще предполагает, что это за блюдо. Поехали? С чего начнешь? Ну, вот прям выбирай, вот все. Я думаю, что буду идти прям подряд, как они идут по номерам. Как хочешь. Ну, по внешнему виду, я не знаю. Это как раз похоже на биг бон. Нет, это что-то с устричным соусом, походу. Так, подожди. Биг бон с устричным соусом, правильно понимаю? Пробуй. Ну, меня интересует, во-первых, вкус лапши, плюс... Ну, как это, по запаху, да. Есть ложка бульон, можно попробовать. Попробовать, да? Да. Окей. Заграли бровки, что-то интересное. Как тебе? Ну, по лапше скажу, что она как? На всякий случай, на переваренность не обращай внимания, потому что какие-то я варила первыми. Поэтому, как бы, тут уже мой косяк. Я не смогла одновременно сразу все залить водой. Поэтому, естественно, какие-то немножко передержались. Интересует именно вкус? Нет, все-таки это не устричный соус, это именно томатный соус. То есть он чувствуется, да, томаты? Чувствуется томатым. Перца вообще не чувствуется. Тут есть какое-то подобие кукурузы, лук, но... В целом, больше похоже просто как макароны в томатной пасте. Ну, тут уже что-то посерьезнее. По увесисте, да? По увесисте. Вот это как раз, видимо, твой чон, что-то там. Джеки Чан. Джеки Чан? Ты комментируй, комментируй. А мне пока нечего комментировать, я пока смотрю. Да, это чеснок. Ну, скорее всего, это вот у один из двух Джеки Чанов. Второй вон стоит, это уже понятно. Вот этот? Угу. Ну да, он тоже совсем не палится. Хотя вообще там, кстати, была лапша еще с соусом терияки. И это может быть она. У тебя еще есть шанс поменять свое мнение. Ты что, думаешь, нет? Думаю, нет. Его не сбить с пути. Эксперт Дошираков. Это, кстати, пугает. Вроде бы вкусно готовлю, кормлю, а он все равно разбирается в Дошираках. Что? Потому что вот эта штука мне вообще не нравится. Почему? Лапша еще более переваренная, чем здесь. Ну, блин, извините. Бульон, в принципе, ни о чем. Я даже комментировать не хочу. Нету пикантности никакой. А вкус мне вообще сложно сказать. Какая-то бурда намешанная, если честно. Давайте перейдем к блюду номер три. Муж суров. Говорит все как есть. Ну, это уже больше похоже на классический Дошик. Я бы даже сказал, это в принципе Дошик. А как ты определил? А, нет. Вот только они вот такую фигню пихают. А, кусочком этой говядины в кубиках. Микроговядина. Ты уже, кстати, сказала, с каким это вкусом. Спасибо. Это могла быть и курица. Могла быть. Ну да, это... Тут зуб даю, это Дошик. А с каким вкусом? Вкус сложно сказать, но это не говядина, как ты сказал. Короче, вкус не определяется, видимо. Какой-то вкус есть и на этом спасибо, да? А что еще чувствуется? Даже по мясу не показать. Ну, вот это, наверное, твой майонез на который. Это ты методом тыквил или как? Это я по вкусу говорю. То есть майонез чувствуется? Понимаешь, обычный Дошик, он гидренный, а этот, он как будто чем-то заправлен, что его смягчает. Тем более, тут еще плавают кусочки. Мазика? Мазика, так что, в принципе... А, то есть он не растворился до конца? Он не до конца растворился, но он и не должен был. Логично. Но вкус мне сложно сказать, не определяется. Вот это выглядит беднее всех. В принципе, это похоже на либо каждый день, либо этот... Самый-самый дешевый, который у нас был. Красная цена. Красная цена. Вот, скорее всего, это даже красная цена. Тут, потому что просто лапша, зелень, все. Ну, а хотя бы вкус сможешь определить? Вряд ли. Ну, там три варианта. Говядина, курица и свинина. Давай, сектор приз на барабане, что выбираешь? Я тебе даже облегчу. Курица или говядина? Херня какая-то. Откровенно говоря. У нас новый вид продуктов. Херня какая-то. Доширак со вкусом херни. Но это вообще съедобно? Я бы не стал, скажем так. То есть, все настолько плохо, да? Ну, видно то, что оно самое дешевое у него по вкусу. По-моему, переизбыток соли. При этом нет никакого дополнительного вкуса. Я даже мясо не чувствую. Кстати, по консистенции, вот они пока самые твердые. По степени разваренности. Вот это на первом месте. Твой Джеки Чан. Ну, слушай, его надо было варить 5 минут. Вот в кипящей воде прям. Причем я сразу... А, бульон еще нужно было оставить. И, естественно, оно все в итоге разварилось. А фунчозе бульона нету? Его нужно было слить. И вот так вот есть. И вот, да, фунчоза, она, получается, слипается. То есть, нет такого, что соус ее как-то так вот перемешивает между собой, разлепляет. Да, на каким-то одним комом. Нет, это вкусно. Вкусно. Но есть это сложно, потому что это сразу половина тарелки на вилке. Не, ну это вкусно. Окей. Соус, ну, тут какие-то орешки. Я не знаю, вот этот больше как раз похоже на какой-то тариэки соус. Возможно, это он и есть. Это у нас кто? Да, ну это тоже Дошик. Подходим к половине. Это, в принципе, тоже Дошик. А какой? Я вот тут не скажу. Надо попробовать. Ну, потому что есть подсказки. Был, так, Дошик плюс, ты угадал. Окей. У нас еще остался один Бомж Дошик. У нас остался Сырный Дошик. Ой, у нас что-то к не осталось на самом деле. У нас еще может быть Лагман, ну, с морепродуктами, да, кстати, с морепродуктами, Том-Ям. Вот это, наверное, Сырный Дошик. Да? По крайней мере. То есть ты чувствуешь вкус сыра? Я чувствую что-то, что могло бы напоминать сыр. Вот бульон абсолютно отсутствует какой-то сырный привкус. А в сыре есть, да? А, в сыре. А в сыре есть сырный привкус? В сыре есть сырный привкус, это логично. В лапше есть, да, он? Мне сложно сказать. Если оно с сыром, то, скорее всего, с каким-то соленым. Окей. Очень соленым сыром. Поехали дальше. На Лагман, вот оттуда. Семерочка у нас. Это уже явно выглядит поинтереснее. Это почему? А здесь... Юшечка. Он непрозрачный. А, бульончик непрозрачный. Бульончик-то понаваристый будет. Что-то чувствуешь на запах? Вот это с сыром, кстати. Да? Тут прям сырный запах идет. Знаешь, вот этим... Быстрокружка, который я просто высыпал и... А, типа супчик такой? Супчик, да. Прям один в один запах, как вот у того супчика, как это завариваешь с сыром. Значит, футто, наверное, был все-таки Лагман какой-нибудь. Вот это, да? Но он, типа, был вкусный. Ну, я бы не сказал, что он прям невкусный, что его жрать невозможно. Но пока, на первом месте, реально, пока что вот эта фунчоза. То есть она прям самая вкусная была? Она вкусная. Пока что самая. Хотя, это все-таки другой вид лапши. Среди вот именно такой вермишели, наверное... Наверное, вот он пока, да, вкусный. Вот это? Ну, это пока. Окей. Прикинь, это кажется красная цена. Это будет весьма забавно. Ну, кстати, такое может быть. Я бы не удивлялся. Но это будет весело. Давай, пробуй. Мне же тоже интересно. Мне уже хочется достать все эти этикетки, разложить и тоже попробовать протестировать как-то на вкус. И у тебя будет вторая возможность теперь уже осмысленно поесть. Но это все-таки, да, вот это сырный. Дошка. Отлично. Честно, я сама не помню, где что, под каким номером уже. Но тут сложно ошибиться. Дед, у нас все еще должен быть том ямчик. Возможно, мы уже его прошли, а может, еще и нет. Я ничего острого не почувствовал пока что. А он любитель прям всего максимально острого. То есть там, где я ем, что там? Ну, тут, по-моему, присутствует острый перец. Как раз. Ну, ты продолжай, продолжай. В общем, там, где я ем, и мне кажется, что это безумно острое, у меня горло горит. Он такой, ну, нормально. Так, немножечко островато. Я просто наслышан был про тот том ям. Я знаю, что он должен быть очень острым. Ну, там было, знаешь, три перца из четырех по остроте. И написано было, что сделано в Таиланде. Тогда тем более. Как бы тайские вещи, ты знаешь, если там написано, что острое, значит, это острое. Вот здесь вообще безвкусное. Да. Как такового вкуса не чувствуется. По крайней мере, у лапши. Ну, бульон тоже просто, как знаешь, такая соленая водичка. Может, он, конечно, перестоял, я не знаю, но это определенно нет. Ну, то, что оно перестояло, оно просто немножечко разваренное. Вот и все. Вкус все равно должен сохраняться. Он же тут не целый день стоял. Кстати, хочу отметить, что пока что ни одного из них невозможно выявить какой-то характерный запах, кроме вот сырный. Угу. То есть все остальные примерно одинаково вообще, да? Просто пахнет непонятно лапшой. Это у нас даже, боюсь, предположить, что... Ну, судя по мясу, видимо, что-то с говядиной. На курицу это явно не тянет. Ммм. Что? А вот этот как раз старейский соус. Все-таки всплыл. Всплыл-таки? Утопленник по весне. Ну, кстати, это вкусная штука. Да? Ну, я думаю, это чисто из-за соуса. Так-то лапша, она как бы везде безвкусная. У нее определенного вкуса нет. Все решают специи и соуса, которые находятся. То есть тут прям клевый соус. Здесь соус вкусный, да. Вот, кстати, здесь вообще не осталось. А потому что надо было сливать, скорее всего. Либо там надо было минимально, чтобы все впиталось. Одно из двух. Давай. Прошу прощения. У нас осталось последние три позиции. Ты не представляешь, как я хочу все это попробовать уже. Хочу, кстати, отметить. Вот. По консистенции самих макарон все-таки, да. Угу. Я сначала подумал, что вот это, это один из... Ну, примерно как вот эти. Ага. Сейчас я смотрю вот на дошек, которые с сыром. В принципе, они примерно одинаковые по консистенции. Ну, знаешь, в чем прикол? Как бы и вот эти вот всякие чаджаны, и дошек сырный, это все как раз производство доширак. То есть, вот эти вот, да, чаджан, мён, там прочие, как они там называются, джеки-чаны, они, это типа премиальный доширак. То есть, они так это пассиционируют. Вот это, наверное, должен быть какой-нибудь том-ям. Рамян или что-то в этом роде. Хотя... Том-ям рамян? Это как-то загнул. Рамян, это, по-моему, корейские блюда. Том-ям тайские. А ты вспомни название на этикетке. Не помню. У меня шикарная память. Я мало что помню. Это очень странный какой-то белый соус. Не знаю, что это может быть. Буду ржать, если это как раз-таки окажется, пацаны. А, нет, вот это, видимо, креветки. Да, это креветки. Это у нас... Мне кажется, что это крабовые палочки. По крайней мере, очень похоже, вот когда их так мелко нарезают. Просто понимаешь, вот оно выглядит, как какие-то нано-креветы. Я даже не знаю. Ну, реально, нано-технологии, вот они на что дошли. Вот это реально креветка полноценная. Детеныш креветки. Я боюсь пробовать. Давай, не бойся. Я с тобой, я рядом. Сейчас, прикинь, прорастет. Вылезет из меня чужой потом. Что я буду делать? Ну, если он и вылезет, то, судя по размерам, он будет нано-чужой. Вот как креветки, такой же чужой. Не, знаешь... Хрень? Из-за соуса, непонятная хрень. Опять же, не нравится. Она невкусная. Давай. Одиннадцатый. Пошел. Ну, это вот второй. Джеки Чан. Тут мы просто слишком сильно... Оу! Вот, кстати, хочу отметить сразу. Постоял сколько минут? Десять, наверное, да? Может, пятнадцать? Ну, да, где-то так. Обратите внимание. Сделано в Германии, да? Сразу, если... Если хотите достать половинку, достаете сразу все. Ну, он быстро слипается, да? Получается. Очень сильно слипается. У меня такой-то томатный соус. Томатный? Знаешь, он похож на... Какой-то пережженный помидор, я не знаю. Но это не соевый соус. Знаешь, в нем нет солености, в нем нет остроты, нет ничего. Он какой-то... Знаешь, как вяленый помидор. Он ешь, вот, примерно подобный соус. С луком. Не знаю, у меня какие-то смешанные чувства, но, скажем так, по консистенции, конечно, фигня. Замазку превращается. По вкусу сложно сказать. Мне напоминает вяленые помидоры с луком. Все, давай, последний, 12-й. А ты кто у нас? Что за зверь такой? Сложно определить. Сложно определить. Казалось бы. Думаешь, я помню их все? Нет, на это, конечно, и был расчет, что ты их, в принципе, особо не запомнил. Просто любопытно, что даже по внешнему виду, реально везде одинаковая лапша. Единственное, что где-то есть соусы, где-то какие-то другие приправы. Причем, замечу, изначально я бы подумал, что с терияки соусом это вот эта лапша, но нет, вот эта лапша, которая, по идее, есть. То есть, да, по виду там, в принципе, особо не заметно, что есть терияки соус. Знаешь, тут какой-то соленый, опять же, очень соленый бульон. Даже гадать уже не хочу, что это может быть. Ну, здесь плавает морковка, какие-то кусочки перца. Вот это, наверное, лагман. Все-таки. Почему? Соленые огурцы. А, то есть, только поэтому догадался, да? Значит, вот это, вот это и вот это. По идее, это две дешевых лапши. Я думаю, что, скорее всего, вот это будет как-нибудь каждый день. Все-таки она посочнее. А вот это, я думаю, красная цена. А это лагман. Пробовать уже не хочу. Окей. А теперь скажи по... Просто такое, что на первом месте, что на каких? Ну, хотя бы первые, там, три позиции, три-четыре вкусные. Первые три. Что было самое вкусное? Самое вкусное остается фунчоза. Но мне кажется, то ли мы ее неправильно приготовили все-таки. Ну, может быть. Может быть. Рано слили воду, например. Но, реально, самая вкусная была фунчоза. Потом меня очень огорчает то, что здесь должен был быть, по идее, острый вот этот тайский том-ян. Но я не почувствовал остроты ни от одного из блюд, следовательно. Он у меня сразу отпадает. Что на втором месте? Наверное, на первом фунчозе, на втором, пожалуй, три-яки, а на третьем... На третьем, вот эта штука мне. Вот эта, да? А сырный? Сырный, я не так сильно люблю сыр, знаешь, на самом деле. Он, наверное, месте на пятом, потому что на четвертом месте будет, скорее всего, вот эта штука. То есть, по вкусу, все-таки, она... Неплохо, да? Неплохо, хотя по консистенции они уже... клейстер. Ну, может быть, надо было просто сразу горячее. На последнем месте, по вкусу, будет вот эта вот непонятная хрень с креветками, которая, типа, том-ям. Ужасный соус, ужасный вкус. Ужасное все. И какие-то нано-креветочки. Не шурши. Так, теперь мы сейчас здесь разложим этикеточки. Я тоже попробую, уже тоже свои комментарии скажу. Вот это сюда. Вот это поворот. Красная цена. Ну, вот красную цену, кстати, ты угадал. Дошик Плюс был третьим. Его, по-моему, ты тоже угадал, почувствовав майонезик. Экс. Охренеть. Чиз, рамен, тоже угадал. Девяточка был, терияки, да? Угадал. Что там? А, ну, фунчоза, как бы, фунчоза и фунчоза. Вот это что было? А, все. Тут как бы тяжело было не догадаться. Ну, в общем, вот так вот. Теперь мне тоже интересно попробовать. Во-первых, том ям, который ты не угадал, сказав, что это каждый день. Он был не острый, да? Я удивлен. Так, давай еще раз с тобой затестим. Мне он не показался острым, в принципе. Но он тебе показался вкусным, на удивление, да? Ну, он мне показался повкуснее, чем вон ту, в принципе, неудивительно. Но я не ожидал, что вот там оказалось. Углит. Экс. Вот попробуй еще раз. Да, это не острый. Острадана прям такая совсем легкая, то есть чуть-чуть горло печет. Но это не прям что-то ужас. При том, что я влила вот все специи, которые здесь были. И, знаете, когда первый раз ешь вот этот вот такой привкус креветки, там яма креветочного чувствуется. Но потом он быстро проходит. Остается только вкус лапши. Ну, я почувствовала. Ну, а я почувствовала. Нет, серьезно, вот я почувствовала, что есть вот привкус креветочной штуки. Но реально, потом просто уже ешь обычную лапшу, и он не чувствуется. И у меня в горле легкое же не остается. Абсолютно никаких эмоций. Хотя второй раз как раз я почувствовала лайм. Лайм? Серьезно? Вот я лайм вообще не чувствую. попробую. бульон. М-м. Вот, кстати, в бульоне я даже креветочного этого не чувствую. Просто прикольный бульончик вкусненький. А он-то на удивление есть. Я бы даже сказала, знаете, если бы я просто бульон отдельно пробовала, что он куриный. М-м. Ну, забавно. Так, теперь мне интересно фунчоза. С чем я там говорила? Вообще, здесь должны чувствоваться здесь китайский устричный соус и грибы шиитаки. Да. И арахис. Вот эти вот штучки. Это арахис. Я сказал, что сложно определить, что за соус. Нет, слушайте, после вот этого том-яма у меня легкая Женя до сих пор остается. Хотя даже немножко съела всего. Но я говорила, что вот этот товарищ он остроту вообще практически не чувствует. У него все это отбито. Напрочь. Бонгер никогда не будет прежним. Пахнет, как будто терияки, да? Да, но он не похож на терияки. Его сложно как-то распознать, что это за соус. Ну, не шуши. Я не спец в соусах в устричных. Это вкусненько, ну да, неплохо. Вот эта штука неплохая, реально. Короче, фунчоза имеет место быть. Дальше у нас что было? Вермишель красная цена с куриным вкусом. Но просто соленая варечка. Ну да, она просто пахнет обычной лапшой. очень безвкусная. Здесь мало соли, мало специй. Реально пресная лапша. Бульян поправлю. Бульян соляный. Окей. Ну да, бульон солоноват. Он не прям сильно соленый. Но реально она очень пресная. Нет какого-то вообще в принципе вкуса. Что там дальше? А, Дошик Плюс. Ты мне купишь Дошик Плюс? По предзаказу? Ага. Тебе на 16 или на 24? Не, на 125 там есть гигабайты. Таких нет. Жаль. На 24 тоже. Ну вот в Дошираке плюс по крайней мере здесь есть отдельные ломтики морковки, этих вот кукурузы, мяско. Ну да, в общем выглядит как типичный Доширак, только он более желтый, да, получается? Да. Заток такой приятный. по-моему он немножечко переварился. Но это неудивительно сколько он уже стоит. Штука кстати вкусненькая, мне нравится. У него сбалансированный вкус, то что там курица это не особо чувствуется. Майонез кстати тоже не знаю, но есть его вкусно. Майонез ты можешь почувствовать только если будешь есть бульон. Он такой как... А, да, вот теперь я ем, я чувствую этот жир, он прям очень сильно ощущается. Ну, короче, вердикт такой, без майонезного соуса это вполне вкусно, с мазиком реально чувствуется жир, есть уже после этого не хочется этот доширак. Вот о чем я тебе говорю. Так, чан-рамен, чем он должен быть? А, это та штука, в которую нужно по желанию добавлять ветчину, сыр, и все прочее. Там, там, например, так и написано. Меня только смущает то, что это корейская лапша, называется она рамен, рамен это вообще японская вещь. Ну, значит, в Корее тоже есть. Ну, вряд ли она будет называться рамена. У нее нету запаха какого-то ярко выраженного. Я даже не понимаю, чем она пахнет, если честно. А ты у него слила бульон, да? Нет, я не сливала, поэтому он переварился вот так вот. Видишь, там есть бульон. То есть, он вот тупо в этом бульоне постоял, и все, лапша набухла. Ну, не знаю, слушайте, ребят, даже по вкусу как-то не особо. То есть, она не острая, в ней вообще ничего не чувствуется. Она какая-то лапша и лапша. Фиг знает. Короче, вот это вот безвкусный абсолютно. ригбон томаты чили. Томаты чили. Прям чили. Прям томаты. О, боже мой. Тебе они понравились или нет? Нитрозер. О, здесь сразу чувствуется запах томатов, да? Да. Я их уже ел, пробовал. Я не могу понять, это по вкусу, как будто вот ешь лапшу и туда томатную пасту что ли добавила, которая вот для борщей идет. Помидор. Да, вот типа такого, потому что я не знаю, какой-то кетчуп такой дешевский. То есть, пахнет реально томатами, но на вкус оно вот очень дешевский вкус. Честно. Ну-ка, странный. Заметь, они тоже пишут чили. Вот, кстати, вот это вообще не острое. То есть, если после том-яма у меня реально хотя бы в горло язык припекали, здесь это даже близко не чувствуется. Он прес, он так себе. Сыр! Сыр, сыр, сыр! Эхей! Иди сюда! Ну, легкий запах сыра чувствуется. Ну, я говорю, вот похоже на вот эти кружки горячие, которые завариваешь. Нет, мне скорее, знаешь, напоминает этот, где разливное пиво продается. У них там иногда есть такие сыр, типа там сухой там какой-то в шайбочках и прочее. Вот он так же пахнет. Она всегда самой спорит. Да. Нет, я не спорю, что это похоже на сырную кружку. Говорю, что еще вот это и это напоминает. Ты сказала нет, это ключевое слово. Я не знаю, когда-нибудь я его убью, мне кажется. Не матерись у меня на канале. Сначала нарисуй мне заставку 18+, а потом делай, что хочешь. А ты завалил. Не, прикольная штука. Сырный вкус реально такой легкий чувствуется. это не прям восторг, ну так вот на 4 с минусом, наверное, да. По крайней мере, здесь есть вкус, хотя бы в отличие от других лапшей. не, тут штуку я бы, наверное, иногда бы брала для разнообразия, потому что в целом нормально. А вот теперь самый бомж-пакет. если бы не платили каждый день, да, если бы каждый день не платил, было бы неплохо. Я бы рекламировала их продукцию через раз. И тогда я бы не бомжевала возле трасс. И на этом моя рифма заканчивается. Не надо делать рука-лицо, как будто ты первый день меня знаешь. так вот. А, здесь вообще никакого запаха, здесь он минимальный присутствует. Ок. Ну, я не знаю, как это описать. Какая-то очень постная тоже лапша. Да? Какая-то лапша и лапша. Причем, а, знаете что? Она очень похожа на домашнюю лапшу, которую варят, например, татары сами делают, раскатывают тесто, сушат и потом какие-нибудь бульоны используют. Вот по вкусу тесто очень похоже. Что, кстати, в принципе, неплохо. Но, в плане соусов, специй, здесь как бы ярко выраженного вкуса нету. Ну, сейчас я попробую еще бульончик. Ай, не падай. Ну, и бульон слегка солоноватый, то есть, по специям вообще не додумано. Но, то, что лапша реально похоже на домашнюю, в принципе, плюс. То есть, все-таки эта лапша лучше будет, чем красная цена? гораздо. То есть, здесь вообще, если нет никакого вкуса, то там хотя бы он есть какой-то. Терияки. Жуй, жуй, глотай. Звучит так себе. Терияки нас там чё с кисло-сладким соусом? Нет, это и есть лапша под кисло-сладким соусом Терияки. Да. А, настоящие кусочки говядины по-японски. Вот. Кусочки говядины, они реально здесь есть. Я угадал и про говядину и про соус. Терияки соус прям сразу чувствуется запах вообще. Он очень-то здорово. Ну, кусочки говядины очень маленькие, они такие жестенькие. Но они есть. Но они, да, они есть. Они, в принципе, неплохие по вкусу, только их трудно найти. Ну, заметь, это единственное. Кусочки говядины трудно найти и легко потерять. Прям как статус ВКонтакте. Ну, они вкусные. Вот эта штука реально вкусная. Да. Вот это прикольно. Сейчас она сбавит. Можно я не буду эту хрень есть? Она зашпалит у меня аппетитная. Не-не-не. Давай-давай. Я через это прошел и ты через это пройдешь. Я прошла через бич-пакеты. Фу. Это, дамы и господа, биг-бон. Оно даже реально пахнет по-дурацки. Нежный сливочный вкус. Вот я и говорю, какой-то непонятный белый соус. Оно так химозно пахнет. Это ужас. А то, что я подумал, что это редиска, оказывается, это кольца. якобы кальмара. Это кольца кальмара? Вот это вот? Да, вот это вот кольца кальмара. Ну, охренеть теперь. А теперь вот то, что я подумал, что это морская капуста, я даже не уверен, есть ли она тут вообще в составе. Это очень невкусно. Прям совсем. Биг-бон, ребят, извините, но оба продукта полная лажа. Они невкусные, ну вот честно, хоть убейте. Здесь дешевый вкус томатов, помидорки чувствуется, а здесь я даже не знаю, что чувствуется, это просто невкусно. Не, ну, кстати, помидорка, между прочим, неплохой продукт. Да, когда его в заправку используют для супов, он неплохой, когда он проходит термообработку, то есть все, а вот когда типа в лапшу это вылили под соусом, это так себе. Хрень полная просто. Так, джеки-чан пошел. Джеки-чан не особо, кстати, пахнет. Но вот по виду я тоже, наверное, подумала, что здесь соус терияки. Там нету соуса, там что вообще есть-то? Там соус, но видишь, как выяснилось, соевый, да? хотя я когда сделал, мне не показалось, что это соевый. Мне он скорее похож был на какой-то соус, приготовленный из вяленых помидоров. Какой бы у нас гормон, латенько. Потому что он не имеет какой-то определенной солености, скажем так, синий. Он абсолютно не соленый, он скорее слегка солоноватый. Илюх, хватит включать духовку. Вот эта штука, она прикольная, да. Я думаю, если бы она еще была горячая, до меня бы дошла, мне бы она даже больше понравилась. Здесь, кстати, написано, что ее нужно варить. Варить ее нужно буквально 5 минут. Я ее варила. Более того, там написано, что соус нужно предварительно разогреть. Кипящей воде 2 минуты тоже разогрела. И воду потом слила. Все по инструкции. Тебе осталось последнее. Не, вот это нормальная штука. Да, я думаю, что в горячем виде это очень даже хорошо. Но пока кто у тебя фаворит. Ой, мне больше это риаке понравилось. На удивление мне понравилось том-ям. Фунчоза тебе сказали. Фунчоза, да, и сырный мне понравился. Так, вот это была безвкусная лажа. Это хрень. Это домашняя лапша. Но она безвкусная по сути. А, дошик. Пока я бульон не попробовала, сама лапша была неплохая. Это была лажа безвкусная, хрень. Остался лагманчик у нас с говядиной. С натуральным что-то там. Настоящий соус с мясом. Кстати, вот это бизнес-меню лагман то же самое, что бизнес-меню торияки. В смысле фирма одна. Тоже везде написано, что это марка номер один в России. Все такое. даже по виду мне лагман нравится, потому что согласись, выглядит насыщенный. То есть много всего. Видно, что больше каких-то продуктов намешано. То есть неплохо он смотрится. Так, а по вкусу? По вкусу то, что пахнет ну да, наверное, лагманом. Я сто лет не ела, не помню. Какой? Пахнет хорошо прям, то есть как будто в каком-то там чайхане или еще где-то сидишь, да? И она говорит, что я гурман, да? Я просто не помню, где подают лагман. Единственное, что я вспомнила, что есть чайхана. У столовка я сто лет не была. Нет, вот эта штука прикольная, вкусная. Она такая домашняя. То есть если бы мне нравился лагман, я бы прям протащился. Но я не фанат конкретно этого блюда. Но реально, вот если вы любите лагман, вам понравится, это вкусненько очень. То есть у него хороший вкус, здесь действительно много всего, здесь бульончик и все прекрасно. То есть смотри, подводя маленький итог дальше бизнес-меню которое у них оба продукта хорошие. Биг Бонус два из двух минус. Полная хрень. Да. Вот у этих Доширак премиум чаджан мён да, мён. Вот он нормальный. Правда, он абсолютно не соответствует вот то, что, видишь, нарисовано на картинке какие-то. Я думаю, вот будут кусочки вот этого всего. Здесь нету. Чисто соус. Но, по крайней мере, это вкусно. А вот второй, который Чан Он должен быть острый. Лажа полная. Он не острый, он вообще не кокущий. Хотя должен быть. Ну, естественно, фунчоза. В принципе, компания Сенсой, она делает прекрасные эти соусы, лапшу азиатскую. Она, в принципе, и для суши, по-моему, используется. Да. Ну, то есть, вот фунчоза тоже была отличная. А, и сырный дошик, естественно, да. Вот этот вот товарищ вполне имеет место быть. У него достаточно интересный вкус. Сыр чувствуется так, что нормально. А теперь самый интересный момент. Просто по ценам пройдемся. Итак, у нас получается, что самый дешевый. Давай мы сейчас это как-то будем расставлять с тобой, да? Я предлагаю по возрастанию цены. Давай, первое по возрастанию цены идет у нас каждый день. 18 гривен. Ой, вруб-руб-руб-руб-руб-руб-руб. Красная цена 6,19. 6,19 рублей за 60 грамм. У нас идет вот эта штука. Первая самая дешевая у нас красная цена 6,19 за 60 грамм стоит 103 рубля за килограмм. То есть, будем делать, как все нормальные обзорщики, высчитывать цену за килограмм. 103 рубля. Дальше идет у нас каждый день. Каждый день стоит 18 рублей. вес 75 грамм, стоит это 240 рублей. Потом доширак плюс 34,99, вес 105 грамм и за килограмм получается 333 рубля. 49,99 чанра мён стоит 120 грамм. У него получается цена 416 рублей за килограмм. Теперь чаджан мён стоит 51,99, 200 грамм. Продукты там, кстати, это и было заметно, потому что в отличие от, где там бульончики и прочее, здесь прям целая миска без бульона была битком. И за килограмм получается 260 рублей, то есть уже неплохо. Вот эта штука стоит дороже чуть-чуть, чем рамён обычный, а по цене в два раза дешевле практически, да? Так, следующее у нас что было, чиз? Бигбоны. А, бигбоны, точно. Бигбон, чили и прочее. По 54,99 рублей, 85 грамм. И, соответственно, за килограмм 400, ой, 646. А вот потом уже чиз, чиз-чиз-чиз-чиз-чиз 58,50 стоимость у него, 95 грамм. И цена 615 рублей за килограмм. Просто на секунду. Вот это 646 рублей за килограмм, это 615 рублей за килограмм. Круто, да? Пересчитывать. Потом идёт лагман 63,50, стоимость его 110 грамм. И цена за килограмм 577. Опа! То есть, а вот это ещё и дешевле, чем вот эти два. Уже круто. Потом шло у нас терияки. Шёл он. Шёл такой по дорожке терияки, стоило 64,82 рубля, 130 грамм. 498 рублей за килограмм. То есть, он ещё дешевле, даже лагмана. Потом дом-ям у нас 84,80. Стоимость его 70 грамм. Стоит он 1211 рублей за килограмм. Па-па-па-пам! И осталась фунчоза. 99 рублей, 125 грамм. Стоимость 792 рубля за килограмм. Ну да, достаточно дорогая. Ну, если сравнивать с тем же мама. Мама, да. Если сравнивать с тем же мамой, то есть, вот теперь смотрите прикол. По факту, у нас по цене красная цена, а так она осталась на первом 103 рубля. На втором месте у нас каждый день 240. А вот теперь на третьем. Вот эта штука, потому что её вес за килограмм 260 рублей. То есть, вы понимаете, можно купить бич-пакетик, а можно вот такую. И это будет в разы вкуснее. Офигеть. Потом, что у нас идёт после 260? 3333. 333, да. Дошек плюс. Нормально. 16? 416, да. Потом идёт 498. То есть, вот это вот реально неожиданно. Вкусная штука, и она стоит, получается, недорого. Располагается под... Та-дам! То есть, вот эта вот хрень, по-другому не скажу, она практически одна из самых дорогих получилась. Фунчоза, ладно, как бы с ней всё понятно. Она, мне кажется, стоит своих денег. По большому счёту, это всё-таки раскрученная брендовая фирма, Сенсой. Да. Ну, она была вкусная, по крайней мере. То есть, за это, ну да, не жалко отдать. Но вот за вот это... Том Ян, он явно переоценён. 1200 рублей за килограмм. Таких цен даже в Том Янде нет. Ну да. Мне кажется, тайцы, они бы немножечко прибалдели, когда, во-первых, узнали бы, сколько стоит том ян у нас вот этот вот. А во-вторых, когда бы его попробовали. Когда бы узнали, что, оказывается, это том ян. Ага. Сырный, ну, дороговатый. Ну, в принципе, да, это неплохо. Лагманчик неплох. То есть, вот тут... Вот этот вообще, вот реально, он молодец. Просто вот, пожалуйста, 498 рублей. Здоровая такая штука. Реально чувствуются куски говядины, соус царияки. Прям ништяк. Ну, вот это да. Учитывая, что он прям такой дешёвский, очень хорошая штука. А вот это вот лажа. Вот как так? Вот два одинаковых продукта вроде бы, фирма. Но вот этот вкусный, а вот этот хрень. Безвкусная, разваренная вообще. Ну, вот такой вот обзор вышел. Ты бы вообще сам в итоге что на первое место поставил ещё раз? Вот теперь уже знаю цены и всё прочее. Всё ровно на первом месте у меня была, но фунчоза. То есть она тебе прям вообще понравилась? Да, на втором Терияки, пожалуй, всё-таки. Я не помню, я его на второе или на третье ставил. По-моему, на второе. Ну, пожалуй, он у меня будет на втором. А на третье, как я уже говорил, я выдвигаю вот эту штуку. Чан Рэн. Или что? Чан. Чан-джан что-то там нём. Чан-джан-мём. Да. Ну, в принципе, у меня похожий выбор. И как я и говорил, извиняюсь. Да. Вот это на последний, да? Вообще полный бред. Вот это, ну, я просто не люблю лагма. Так-то он, конечно, хорош. И вот это только подтвердились мои сомнения насчёт данного продукта. 1200 рублей за килограмм вот этого я отдавать точно не готов. Ну, да. Нет, лагман реально хорош. 240 отдавать. Хотя, сама говорящая. Учитывая, что, да, цена-то 18 рублей, по идее, в розницу. Это он за килограмм 240. Ну, как бы. Ну. Пауза. Полезно всё-таки считать? Да, считать всё-таки очень полезно. Ну, я бы так же. Я на первое место поставила бы вот этот вот терияки. Очень вкусный. Фунчозо обязательно бы. Сырный. Да, на третьем месте у меня был бы сырный. На четвёртом вот этот вот рамен. Непонятно чем. Потом. Армен. Потом. Армен. Потом, наверное, всё-таки том-ям. Он, да, он переоценён, он дорогой. Но мне понравилось, что чувствуется жжение. Хоть какой-то вкус интересный. Это не том-ям, но имеет место быть. Потом дошек плюс. Если не есть бульончик. По крайней мере, если не добавлять этот майонез, будет неплохо. Что ты ржёшь? Ну, неплохо будет. Если выкинуть половину ингредиентов, в целом неплохо, да. Да. Можно сказать про это. А, лагман, блин, лагмана я никуда не засунула. Я просто уже не фанат лагмана, но он реально классный. Он наваристый, он шикарный. Пусть он будет такой вне конкуренции. Он хорош сам по себе. Да, лагман нет просто потому, что, ну, видимо, у нас такая сиянь. Это уже вкусовщина, да. Это дело вкуса. Хотя, если сравнивать, к примеру, качество, допустим, лапши и того же. А, господи, скажи мне, я скажу, бульона с другими, то, пожалуй, он чуть ли не на первом месте. Да. У него был самый наваристый бульон. Больше всего ингредиентов. Я даже когда добавляла, я поразилась, сколько там всех этих специй. То есть, они молодцы. На потом, в общем, по местам у меня, вот, наверное, вот, нет, даже, наверное, вот эта будет штука. Это какое уже место? Ну, в общем, то, что после Дошика плюс получается каждый день. Потому что, в принципе, они неплохие. То есть, да, не особо ярко выраженный вкус, но есть можно и вполне. Потом, ну, наверное, вот эта вот штука. Они примерно одинаковые с красной ценой. И на последнем месте, вот, хоть убейте, бигбон. Причем сначала томаты чили и самое последнее место это морепродукты, потому что совсем невкусно. А потому что вот этот красная цена, он просто безвкусный. Да. Его можно исправить. В него можно добавить что-то по желанию. Да, вот тут уже не добавить. А убрать тоже, ну, не получится, скорее всего. Ну, вот получился, да, такой обзор. Надеюсь, вынесли из этого что-то для себя полезное. Теперь будете знать, что можно купить в магазинчике из такого, из лапши быстроприготовления, да? Что ты на меня так смотришь? В общем, ребят, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Хороший шуршать пакетиками. Сейчас по рукам буду видеть. Заразу не шуршать пакетиками. В общем, ребята, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, действительно вынесли для себя что-то полезное, какие-то вещи вы не будете брать. Ты вынесли для себя что-то полезное, скажи мне, мой друг. Да, надо заставлять свою жену готовить, чтобы не жрать вот это вот рецепт. Тоже хорошая мысль, да. Вот, реально, отдельный респект бизнес-меню. Вы молодцы, ребят. Очень достойный продукт за приемлемую цену. Оба продукта. Оба, да. Спасибо Дошираку за то, что, по крайней мере, экспериментируете, всякие вот такие вот штуки придумываете. Ну, молодцы. Фунчоза, да, тоже. Я на вас немножечко гнала в самом начале, но, тем не менее, вы молодцы. Вот, всем остальным неуты на пересдачу и так далее. Надеюсь, понравился выпуск. Мы еще что-нибудь придумаем, что можно протестировать. Скажи, что, 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 что. Пожалуй, в следующий раз я могу сделать соус, а ты их продегустируешь. Вызов принят. Он на камеру, и я это не буду вырезать специально, пообещал. Сделать соус. Сколько их будет? Давай будет, допустим, 4 разных соуса. Угу. На одно условие. Какой? Два из них будет острых. Оу. По моим меркам острых. Ёпт. И ты их будешь пробовать. Ёпт. Я не выживу. Ребят, я не выживу реально. Вы меня, скорее всего, видите последний раз, потому что после пробок соусов я просто все. Окей. Давай будет 5. 2 острых и 3 нормальных. Они будут все нормальные, но окей, 2 острых, 3 обычных. Хорошо. Все. Заметано. В следующий раз тестируем соусы, которые приготовит муж. Он это все на камеру вам покажет, как это будет делать. Я это потом попробую. Посмотрим, выживу я после этого или нет. Или, возможно, встретимся уже в больничке. Все. Короче, все. Пока, ребят. Мне кажется, это будет жесть. Ты понимаешь, что эти соусы есть твои мега острые? Сама попросила. Я не просила. Я не хотела настолько острые. Это кошмар. Это кошмар.